Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кировской области региональная власть начала создание промышленного кластера в прошлом году. Главная цель – получение мер господдержки. Так, в Минпромторге России принято решение о приоритетном развитии промышленных кластеров, где региональные компании смогут напрямую получать поддержку из федеральных источников. В Кировскую ассоциацию промышленный кластер биотехнологий входят руководители ВИАДГУ, Медуниверситета, биотехнологических и фармацевтических компаний. Программа Экономика. В правительстве прокомментировали идею создания ТАСЭР в Стрижах. Ее озвучил гендиректор холдинга Доронича Константин Гузман. Он считает, что преференциями инвесторы охотнее воспользуются там, где более удобная инфраструктура, то есть недалеко от областного центра. Зампред правительства Александр Чурин в интервью нашей радиостанции заявил, что власти готовы рассматривать этот вопрос, хотя близость к аэропорту еще не является поводом для придания поселению статуса территории, опережающего социально-экономического развития. ТАСЭР должна служить неким локомотивом для развития группы районов, чтобы концентрировать вокруг себя экономически активные предприятия, экономически активные районы, вытягивать их общий уровень. Поэтому Вятские поляны, поэтому сейчас рассматривается заявка на Белую холуницу. Это направление на Пермь, там есть основа Белохолуницкой, марш-стройзавод, потом Луза, тот куст районов Лузский, Подосиновский, Опаринский. Это дерево, переработка, лесозаготовка. Чурин добавил, что новые ТАСЭРы регион сможет создавать после того, как будут достигнуты заявленные результаты по уже имеющимся в Кировской области. Напомню, такой статус получили только Вятские поляны. К другим новостям. Вяткобанк продан Григорий Гусельников и АО «Норвикбанк» реализовали сделку с акциями Вяткобанка, в результате которой Вяткобанк больше не является дочерним обществом латышского АО. Контроль перешел полностью Григорию Гусельникову и его семье. По словам президента банка Сергея Тувалкина, это был давно запланированный и обдуманный шаг. Согласование ЦБ было получено еще в прошлом году. Решение юридически отделиться от зарубежного банка Тувалкин объясняет в том числе ситуациями, когда российский банк не мог покупать облигации Сбербанка и работать с предприятиями ВПК из-за санкций. Шульгин сменил главу департамента финансов. На эту должность назначена Гульнара Сайфудинова. До последнего времени она работала в областном Минфине, возглавляла там отдел бюджетной политики в отраслях экономики. Ранее за городские финансы отвечал Вячеслав Кулистов. Он работал с кировским бюджетом с 2007-го. В регионе приняли концепцию развития лесного машиностроения. Ее утвердило областное правительство. Документ рассчитан до 2030 года. Основная цель – реализация концепции увеличения объемов производства, повышения конкурентоспособности и качества продукции лесного машиностроения. Сейчас предприятия области испытывают острую потребность в продукции лесного машиностроения, отмечают в правительстве. Нужны станки, машины, специальные оборудования, механизмы и приспособления. Оборудование производят почти 70 предприятий, однако они являются малыми, что в свою очередь недостаточно для развития целой отрасли. Говорят в Минпроме, концепция развития лесного машиностроения подразумевает развитие кооперации в этой сфере, модернизацию производства, финансовую поддержку предприятий, расширение ГЧП и другие меры. Напоследок, коротко, несколько цифр. 43,5 миллиарда рублей составил на начало года ипотечный портфель жителей Кировской области. В полтора раза выросла сумма на счетах. Кировчан за последний год сейчас в банках жители региона хранят 13,5 миллиардов рублей. 2 миллиона рублей получат районы области на решение своих проблем с участием общественности в рамках проекта «Народный бюджет». В завершение валютах доллар сегодня 56,43, евро 68,88. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...